МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2017-е указом президента в Белоруссии объявлен Годом науки. Что принесет эта инициатива на Гомельщину? По каким направлениям наши ученые в лидерах? А где все еще не дорабатывают? Охотно ли идет молодежь в науку? Об этом не только говорим в ближайшие 40 минут. Итак, Год науки. Сегодня это главная тема, и мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы. Ректор Гомельского государственного технического университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Тимошин. Сергей Иванович, добрый день. Рад видеть. Начальник отдела научно-инновационной деятельности и инвестиций комитета экономики Гомельского обл. сполкома Сергей Рублевский. Сергей Иванович, милости просим. АПЛОДИСМЕНТЫ Директор Гомельского технопарка Дмитрий Морозов. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий Николаевич, спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ И директор Института механики металлополимерных систем, академик Национальной академии наук Беларуси, профессор Николай Мышкин. Николай Концентинович, добрый день. АПЛОДИСМЕНТЫ Как научное сообщество отреагировало на эту инициативу, на это решение? Какие надежды у вас, Николай Константинович? Ну, нам казалось, что Год науки уже давно должен быть объявлен, поскольку наука в Беларуси развивается достаточно успешно. Стоят большие задачи, но ученые смотрят в будущее с оптимизмом. Первый съезд ученых был уже почти 10 лет назад, и Год науки, наверное, ознаменуется какими-то событиями, масштабными мероприятиями, но в том числе и эта передача, это ваше шоу тоже. Сергей Иванович, подключайтесь к разговору. Я так понимаю, это решение главы государства было действительно долгожданным? Да, это так. Вознаменитый сектор занимает значительное место в научной отрасли нашей страны, поскольку здесь сосредоточен большой научный и кадровый потенциал. Университеты аккредитованы и как научная организация, и образовательный процесс органично сочетается с научными исследованиями. Поэтому узловские ученые с воодушевлением восприняли решение главы государства об объявлении 2017 года Годом науки, поскольку это, безусловно, придаст новый творческий импульс в научной работе. Безусловно, важно, чтобы Год науки не просто был заметен, важно, чтобы он дал новый толчок к развитию науки, в том числе в регионах. Дмитрий Николаевич, согласны? Да, безусловно, согласен. Хочу сразу сказать, что технопарк – это как раз то связующее звено, тот мостик между наукой и рынком, что ли. Это то место, где в наиболее комфортных условиях можно коммерциализировать свои разработки, идеи и так далее. Так вот, о важности той роли, которую государство придает и науке, и инновационной инфраструктуре. Я считаю свидетельствовать тот факт, что практически в каждом регионе сегодня открываются технопарки, подобные Гомельскому, и набирают темп вещи, связанные с коммерциализацией научного потенциала, который существует сегодня в академической науке, в вузовской науке. Еще одно направление, о котором стоит поговорить, Сергей Иванович. Год науки из-за внимания, которое он к себе привлечет, позволит увидеть наиболее проблемные с одной стороны стороны, с другой покажет потенциал, который есть на сегодняшний день у науки, научные разработки, которые сегодня имеются. То есть будет виден результат по итогам года. Ну вот действительно правильно вы заговорили и о проблемных вопросах. Для того, чтобы развиваться, нужно говорить и о проблемах. Николай Константинович, что сегодня беспокоит ваших коллег больше всего? За что, знаете, как говорят, сердце болит? Ну, главная проблема – это передача научных результатов в производство. И как раз вот на пути освоения больше всего препятствий. Потому что и психологические проблемы, потому что заводской инженер живет все-таки немножко в другой ситуации. и непрерывные, так сказать, все-таки и стрессы, и необходимость выполнять план. Ученый не подвержен такому стрессу. Он все-таки работает в общем, в целом руководствуясь какими-то фундаментальными направлениями и результатами экспериментов. Поэтому вот эта передача – и главная проблема. Двигаемся дальше. О науке с юмором. В начале года в Гомеле прошла научная баталия молодых ученых. Подробнее о мероприятии узнаем от гостя студии, декана факультета магистрской подготовки и профориентации, Белгута, доктора технических наук, профессора Аллы Невзоровой. Алла Брониславовна, заинтриговал многих зрителей о науке и с юмором. Какую задачу ставили перед собой организаторы? Все соревнуются в этом мире, и спортсмены, и танцоры, но очень редко проводятся соревнования среди интеллектуальной элиты. Магистранты, собственно говоря, это интеллектуальная элита студенчества, потому что самые лучшие поступают и проводят свои научные исследования. Идея была форматиста ДАПа, чтобы они рассказали о своих научных исследованиях, но так, чтобы было понятно и неподготовленной публике. И к этому движению у нас присоединился и в прошлом, и в этом году Технический университет имени Сухова и Медицинский университет. И та публика, которая приходила на их выступления, они были заинтригованы, и они с удовольствием выслушивали их выступления. То есть это не только обмен опытом, это еще и привлечение к науке, скажем так, обывателей? Естественно, потому что чем шире мы будем науку проводить в массы, тем больше будет внедрений у нас и в производство, и в жизнь нашу, научных каких-то открытий, потому что мы должны заинтересовать и молодежь, и старшее поколение своими научными исследованиями. Кто-то скажет, наука – дело серьезное. В каком случае юмор здесь уместен? В качестве примера, в принципе, я могу вам представить победителя баталии, которая проходила у нас научная баталия в этом году – это прищепов Артем. Он провел интересное сравнение, и давайте мы послушаем его. Тема моего доклада стала изобретение нашего профессора из Белгута, профессора Сосновского, который изобрел такой замечательный материал, как «Столистый чугун» под названием «Моника». Им было рассмотрено сравнение Моники Белучи и Моники именно «Столистого чугуна». Я им привел, получается, возможности этого «Столистого чугуна» как замену существующим рельсам, и привел много различной информации, которую они смогли свободно посмотреть. Я знаю, есть еще одно дополнение. Сегодня в студии несколько участников этого научного батла. Подключайтесь к разговору. День добрый. Это моего доклада было легкотрансформуемое арочное покрытие. Этот проект я еще пошел распространять, когда я научился на первой ступени высшей эдукации. Идея этой конструкции пришла до меня, когда я побачил такую детячую цацкую, как «Шар-трансформер». Я немного допрацовал, потому что шатко я распроцовывал ку-ку-купал, который сам раскладывается, а потом решил спросить эту конструкцию, и вышла в миновито такая арка. В использовании этой конструкции позволить скоростить термины будовництва разностайных объектов, а также полегшить доставку этой конструкции на объект. Бо, например, такая конструкция с пролетом 18 метров в складенном стане займае 22 на 6 на 3 метра. Я представлял эту конструкцию еще подчас деплевого проектирования. И члены комиссии они были у захвата. Просто научное кафе предлагают посетить в Гомельской областной библиотеке. О чем говорят за чашкой чая ученые и читатели. Об этом узнаем от гостя студии и директора учреждения Марин Рафеевой. Марина Сергеевна, рад видеть. Подключайтесь к разговору. Какова концепция кафе в библиотеке? Накануне Дня белорусской науки в нашей библиотеке открылся новый проект «Просто научное кафе». И концепция заложена в самом названии. О науке просто, доступно и интересно в неформальной обстановке. Наука сегодня — это не то, чем занимаются ученые в научно-исследовательских институтах, в лабораториях, в конструкторских бюро. Наука сегодня — это все то, что нас окружает. И поэтому каждый заинтересованный может высказаться по определенной теме, может задать вопрос эксперту. А в роли экспертов у нас выступают выдающиеся ученые нашего города, профессора, кандидаты наук. Я знаю, что прошло уже несколько подобных встреч. Ваше впечатление? Вы знаете, мы поняли, что создание подобного дискуссионного научного пространства было просто необходимо нашему городу. Мы определились с темами дальнейших встреч. И это будут темы, которые интересны всем. Глобальное изменение климата, сохранение биологического разнообразия, генетически модифицированные продукты, роль образования в современной науке. То есть это еще один шаг в продвижении, в пропаганде белорусской науки? Конечно, Александр. И я приглашаю всех наших сегодняшних гостей, всех телезрителей, в один из четвергов вечером посетить наше просто научное кафе. 2017-й в Беларуси указом президента объявлен Годом науки. Что принесет эта инициатива на Гомельщину? По каким направлениям наши ученые в лидерах, а где все еще не дорабатывают? Охотно ли идет молодежь в сфере высоких технологий? Большой разговор в студии на Пушкина 8. Главная тема сегодня – Год науки. Сегодня Институт механики и металлополимерных систем является координатором региональной научно-технической программы. Николай Константинович, буквально коротко, тезисно расскажите, что она в себя включает? Программа выполнялась на протяжении нескольких лет, но если говорить о последних проектах, которые институт выполнял в региональной программе, то это полимерные материалы для Сильмаша, это был заказ, затем различные также полимерные материалы для других отраслей промышленности. Кроме того, в региональной программе есть задания и медицинского профиля, которые делаются для повышения качества здравоохранения, есть и сельскохозяйственного профиля задания, то есть это достаточно широкий спектр. Понятно, что, наверное, упор все-таки на прикладные исследования, но фундаментальная забота о будущем. Ну, я вот могу привести парочку небольших примеров. С удовольствием. Вот полимерная ткань, на поверхность которой с помощью лазера нанесено тонкое покрытие из стеропласта. Это разработка сотрудников института. Да, это разработка сотрудников института. И, в принципе, в топ-10 лучших результатов белорусской науки за 15-й год она вошла как фундаментальный результат. Вот, посмотрите, у меня вода здесь, так сказать. Вот, посмотрите, что происходит. То есть это абсолютно полная гидрофобность. Но это в то же самое время элемент фильтра. Это кусочек большого фильтра, ну, и для Беларусьнефти, и для Газпрома. И вот эта пленка находится в конструкции фильтра. Кто-то скажет, кусок ткани, шприц с водой. Вроде бы все просто, и это большая наука, но, тем не менее, именно за эти исследования, в том числе и за рубежом, готовы платить. Да, конечно, вот этот фильтр поставляется и на Беларусьнефть, и сейчас на Газпром, на российский, на тяжелые компрессоры. И позволяет он фильтровать пары от масла и отделять воду. Ну, наверное, может быть, этому предстоит и большое практическое применение в быту. Вторая, например, разработка – это вот такое очень простое изделие. Но на каждом метре железной дороги несколько таких пластин, которые стоят между рельсом и шпалой бетонной. И сейчас задача стоит, чтобы они работали в течение периода, когда, например, 10 миллионов тонн груза прокатывается по этому участку. Что дает, какой эффект этой разработке? Дает эффект, что реже нужно ремонтировать пути, а это, представьте себе, поднимать все рельсы, заменять под рельсами – это огромный труд. И при протяженности железных дорог, ну, в Белоруссии они – это порядка 10-15 тысяч километров, а в России – 120 тысяч километров. Вот еще простой довольно пример. Это трубка топливная, но такого типа материал применяется и для тормозных систем. То есть сейчас это для МАЗа, для МТЗ поставки. Оно позволяет заменить металл, выдерживать бензин, топливо, стоять против коррозии и выдерживать высокое давление. В тормозах, в тормозных системах несколько атмосфер. То есть она должна быть выдерживать давление не меньше, чем металл, быть легче, потому что автомобиль стараются облегчить, как только можно. Все это яркие примеры. Здесь есть и наука, потому что нужно сшить полимер. Вот вы знаете, если вы возьмете полимерный пакет, то это, так сказать, малопрочная вещь. Потому он и стоит копейки. А вот что касается цены таких разработок, я так понимаю, это огромная сумма? Ну, нет, сумма не огромная, но объемы применения большие. Представьте себе на 120 тысяч километрах поставить везде этот материал. Речь пойдет уже о десятках тысяч тонн. Это яркие примеры работы гомельской науки на экспорт. Таких разработок много? Может быть, есть цифра показательная или пример? Ну, экспорт института в год составлял на протяжении последних 10 лет в среднем миллион долларов. То есть в эквиваленте. Те, кто потребляют продукты экспорта, конечно, Россия очень большую часть, но есть и такие страны, как Южная Корея, Китай. Сергей Иванович, снова возвращаюсь к вам. Много ли научных разработок студентов из Гомеля сегодня в деле? Не менее 60 научных работ студентов ежегодно представляется на республиканский конкурс научных студенческих работ, причем где-то порядка 80% из них получают дипломы различной категории. То есть, ну, это своего рода оценка и признание, пусть на этом уровне еще пока студенческом, Но именно тогда формируется будущее белорусской науки, ведь так? Да, но есть и более серьезные результаты, потому что студенты, магистранты, аспиранты, они в состоянии научных коллективов участвуют в выполнении заданий в государственных научных программ и хозяйственных договорах с предприятиями и организациями. И где-то около 50 научных разработок ежегодно внедряются в сферу производства. В том числе там есть, конечно, и студенты, и вклад в наши молодежи. Сергей Иванович, заговорили про подготовку будущего нашей науки. А как маститые ученые относятся к идеям начинающих студентов? Конкуренция ведь делала такое. Здесь как раз наоборот, Александр. Маститые ученые выступают как руководители научно-исследовательской работы студентов, как наставники. Поэтому здесь они оказывают всемирную помощь и делятся своими знаниями и умениями с молодыми нашими учеными. Готовятся совместные публикации, доклады. Поэтому здесь как раз... Держите этот вопрос на контроле. Безусловно. Сегодня в студии на Пушкино-8, в том числе и студенты Гомельского государственного технического университета. Знаю, есть дополнение. Пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Матвинков Александр, и я студент ГГТУ имени ПО Сухого, пятого курса. Александр, мы вот здесь говорили про то, что стараются поддерживать маститые ученые в университете начинания студентов. В вашем случае это действительно так? Да, это действительно так. Меня поддерживает очень активно деканат машиностроительного факультета. И, в общем, да, поддержка очень сильная идет. Сейчас хорошая возможность от чистого сердца похвастаться своими результатами. Расскажите о своем проекте. Ну, мой проект представляет собой небольшое устройство в виде таблетки небольшой. Ее можно приклеить на вещи, которые очень часто теряются. И потом с помощью телефона ее можно быстро найти, так как она будет подавать звуковой сигнал. Сейчас идет работа над прототипом. Вот. И она еще не завершена. Но будущее есть. В День белорусской науки в январе 2017-го в Гомеле были названы лауреаты специальной премии Гомельского облсполкома в сфере науки. Сергей Иванович, по каким критериям выбирали лучших из лучших? Премия Гомельского облсполкома, она ежегодная. 12 премий каждый год вручаются молодым ученым. Премия была, скажем, принято решение о такой поддержке молодых ученых, было принято для того, чтобы стимулировать научную инициативу молодых ученых. Если говорить про критерии отбора, это в первую очередь научная новизна, актуальность темы исследования. Далее идет, конечно, практическое применение, внедрены или нет, нашли применение эти разработки, которые были созданы или нет. Также оценивается творческая характеристика молодого ученого. Вот это основные критерии, по которым оцениваются работы. Добрый день, разрешите представиться. Барыш Алиса Николаевна, врач-офтальмолог, аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения Гомельский государственный медицинский университет. Алиса, я так понимаю, вам посчастливилось стать лауреатом премии этого года, ведь так? Да, я одна из тех. Знаете, в первую очередь хочу выразить слова благодарности Гомельскому областному исполнительному комитету за организацию конкурса для молодых ученых в нашей стране, в нашей области. Для меня большая честь, и я это очень ценю, что моя работа была замечена. Практическая социальная значимость моей работы заключается в создании эффективной новой хирургической методики для пациентов с анафтальмом. Это те лица, которые в результате тяжелой офтальмологической патологии потеряли свое глазное яблоко. И наша методика позволяет успешно реабилитировать данную категорию пациентов, увеличивает и улучшает качество жизни данных пациентов. Конечно же, были трудности, но, знаете, благодаря своим наставникам, научным руководителям, это профессору заведующей кафедры общественного здоровья и здравоохранения Шершаковой Тамаре Михайловне, и профессору кафедры офтальмологии Малиновскому Григорию Федоровичу была поддержка, и удалось найти здравый смысл и ответы на все вопросы. Здравствуйте, я доцент кафедры системы передачи информации учреждения образования Белорусской государственной университеты транспорта, кандидат технических наук. Также хочу выразить огромную благодарность, что мою разработку заметили. Я занималась разработкой специального устройства для защиты человека от электромагнитного излучения сотового телефона. Не секрет, что распространение электронных устройств, мобильных устройств получило широкое распространение, и мы пользуемся телефонами чуть ли не круглый день. Это очень острая проблема, актуальная, поэтому мое устройство является действительно очень нужным. Единственное, что на данном этапе нет инвестиционных вложений, и пока запустить производство не представляется возможным. Но я верю, спасибо большому нашему государству. Хочу отметить, что благодаря государству я и пошла, наверное, в науку. Я была замечена еще в студенчестве, в научной деятельности. Это поддерживалось различными стипендиями, стипендиями президента Республики Беларусь, различными грантами. Поэтому хочу отметить, что сейчас идти в науку молодому специалисту очень нужно, актуально. Это поддерживается, это приветствуется, и это классно. Сергей Иванович, Николай Константинович, прям бальзам на душу, правда? Безусловно, но не все так радужно. На самом деле, путь молодого ученого весьма сложен, то есть всегда встают вопросы, будет ли востребована моя разработка, нужно это мне или не нужно. И вот как раз то, о чем говорилось, задача государства на всех этапах оказать поддержку, показать, что эта работа важна для государства, важна для региона. То есть, чтобы, опять же, молодые ученые на каких-то ранних стадиях получали признание, на последующем имели возможность реализовать свои разработки. Ну вот, кстати, озвучена была, по-моему, достаточно весомая проблема. Молодежь Гомельской области, научная молодежь нашего региона, достаточно инициативная. Разработки есть. А может быть, стоит создать какой-то каталог таких предложений в поисках инвесторов? Я знаю, что работа и в этом направлении уже как-то начиналась. Конечно, есть. Мы работаем, естественно, над тем, чтобы соединить науку и реальный сектор, потому что это важнейшая задача. Несмотря на то, что ученые в большей степени хотят заниматься наукой, а промышленники – производством, синтез этих двух миров очень важен. Поэтому для этих целей был создан сайт, немного прорекламирую его, inna.gomel.by, где как раз и встречаются предложения ученых и потребности. Кроме того, ежегодно проводит Центр научно-технической деловой информации, биржу деловых контактов. Мы начали в республике эту практику первыми. В рамках этой биржи деловых контактов как раз и должна состояться непосредственно личная встреча представителей науки и промышленного сектора. То есть реального сектора, где уже и можно будет договариваться о каком-то продвижении дальнейшем разработок. Я знаю, Сергей Иванович, ежегодно на реализацию перспективных научных разработок из бюджета региона выделяются немалые средства. Как они распределяются? Они распределяются, конечно, на конкурсной основе. Существуют различные направления. Первое направление, скажем, это внедрение новой технологии либо производство новой продукции. Для этого нужно, чтобы проект прошел отбор, то есть должен был подготовлен бизнес-план. Он должен соответствовать этот проект ряду критериев. такие критерии. Экспортный потенциал, экспортная направленность проекта, средний уровень добавленной стоимости, они ниже европейского. То есть достаточно большое количество критериев, я уверен, эксперты отслеживают все до мелочей. Все это инновационный фонд, правильно? Да, конечно, это все инновационный фонд. Более того, если это только одно направление, есть еще другое направление, связанное с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Там важно соответствие направлениям научных исследований, которые утверждены, и также направлениям научно-технических разработок. Чувствуете ли отдачу от этих инвестиций в науку Гомельщины? Отдача, безусловно, есть. Так как я говорил ранее, все проекты, они экспортоориентированные, то есть решается вопрос экспорта. Кроме того, они высокоэффективны, то есть позволяют надеяться на большой экономический эффект в будущем. В 2017-е в Белоруссии указом президента объявлен Годом науки. Что принесет эта инициатива на Гомельщину? По каким направлениям наши ученые в лидерах? А где все еще не дорабатывают? Охотно ли идет молодежь в сферу высоких технологий? Об этом и не только. Разговор в студии на Пушкина 8. Итак, Год науки. Сегодня это главная тема. Здравствуйте, меня зовут Филимон Дмитрий Сергеевич. Я работаю преподавателем 10-й гимназии, город Гомель. На мой взгляд, 2017 год был объявлен Годом науки. Это очень знаковое для нас мероприятие. И наука – это то, что будет актуально во все времена. Есть ребята, которые занимаются научной деятельностью на своем школьном уровне. Но вот этот Год науки, на мой взгляд, он им дал очередной толчок к тому, чтобы себя продемонстрировать, себя раскрыть. И хочется сказать, что многие звездочки, которые у нас были, они в этом году стали блестеть еще ярче. И вот я хотел привести как один из самых уникальных примеров. Это, на мой взгляд, одаренный ребенок. Это Рафиев Паша, который создал проект по энергопроизводству и энергоэффективности. Я знаю, что Павел сегодня в студии. Давайте узнаем, в чем же заключается основная задача этого проекта. Павел, подключайте к разговору. Не совсем правильно было бы говорить о том, что это чисто моя разработка. Ведь, как уже упоминалось ранее, огромнейший вклад просто в научную деятельность своих учащихся вносят их научные руководители. В моем случае, я сейчас не смог бы держать рабочий готовый прототип своей разработки, если бы не мой учитель Дмитрий Сергеевич. Наша разработка, которая называется P-Power, генератор электрической энергии, она по строению и принципу действия схожа с химическими источниками тока. То есть в... Соседку вашу током не ударит? Все безопасно? Внутри стоит медная емкость с алюминиевыми пластинами. Она и является непосредственно самим химическим источником тока. Медная емкость и алюминиевые пластины являются электродами, а электролитом является вода с высоким содержанием солей и кислот, которая попадает непосредственно в эту емкость. Внутри этой емкости происходят электрохимические реакции, в результате которых на медном катоде скапливаются электроны. И при соединении электродов проводником вне данной системы, электроны начинают возвращаться обратно на алюминиевые пластины. Каким видишь будущее своего проекта? Мой проект может найти практическое применение как в быту для освещения туалета, прилегающей к нему территории, так и в промышленности, особенно на водочных сооружениях, где его использование будет максимально эффективным, так как оно позволяет не только получать электрическую энергию из источных вод, однако и очищать эти же самые источные воды от солей и кислот. Пусть все получится. Успехов! Спасибо большое. Здорово, что сегодня большое количество мнений высказывает именно молодежь. Не просто мнений, а это конкретные проекты к реализации, в какой-то степени которых ребята уже приступили. Дмитрий Николаевич, а вот какая из инициатив могла бы смело уже сегодня стать частичкой технопарка? Да, действительно, Александр, очень радует то, что именно молодежь генерирует. Ну, в принципе, это так и должно быть. Именно они являются генераторами всего нового, новых идей. Да, технопарк – это то место, где их можно реализовать при максимальной степени поддержки администрации технопарка. Ну, отвечая на ваш вопрос, какие именно из идей могли бы стать, мы открыты для любых инициативных ребят, девчат. Приходите, реализуйте. Ну, некоторые просто должны определиться, по какому направлению идти дальше. Или заниматься наукой – это тоже очень важно, и это, ну, как бы специфическая деятельность. Технопарк все-таки предназначен, в первую очередь, для тех, кто решил заняться инновационным бизнесом, то есть уже имея какую-то интеллектуальную собственность, прийти к нам, чтобы ее коммерциализировать. То есть наличие научной разработки приветствуется, а к вам приходят для того, чтобы ее продавать. Причем хочу подчеркнуть, к нам может прийти и сам разработчик, или инициатор этой разработки, так и, ну, скажем так, менеджер, который имеет талантливого, может быть, партнера, или знает о какой-то идее, или вот, как говорил Сергей Иванович, где-то увидел на бирже деловых инновационных контактов какую-то разработку, и, ну, договорившись с ее автором или с патентообладателем, пришел к нам реализовывать. То есть это все поддерживается и подчеркивается. Если можно, я несколько слов хотел бы тоже сказать вот по поводу молодежи. Для нас это стратегически вообще важный вектор для технопарка, мы не замыкаемся только в своих стенах. Одно из первых соглашений, которое мы подписали еще в 2015 году, это было как раз соглашение о сотрудничестве с Гомельским государственным техническим университетом. В прошлом году мы подписали такое же соглашение и с университетом Скорыны. По разным направлениям работаем. Ну, то, что вот нашло свою востребованность, подтверждает эффективность. У нас студенты ряда специальностей проходят и преддипломные, и производственные практики. Многие из них затем остаются работать в компаниях-резидентах технопарка. Некоторые приходят и со своими бизнес-проектами. Считаю, вот это очень важно. И скажу больше, у нас витает идея, мысль уже идти глубже. Мне очень приятно сегодня слушать о школьной науке. Мы понимаем, что по большому счету ребятами, талантливыми ребятами, надо заниматься со школьной скамьи, чтобы они понимали важность, перспективность таких технических дисциплин. Этой работе мы уделяем вообще большое очень внимание. Мы понимаем, что надо генерировать вокруг себя вот эту питательную среду инноваций. Еще немного о технопарке. Дмитрий Николаевич, часто путают технопарк с парком высоких технологий? Наверное, потому что нам так хочется, чтобы парк высоких технологий был и в Гомеле? Не столько путают, сколько названия, наверное, во-первых, созвучные. Во-вторых, ну, все-таки парк высоких технологий, всем известно, это супермасштабный, я считаю, суперэффективный проект, который реализован государством Беларуси. Основное отличие парка высоких технологий от таких технопарков, как Гомельский, их тоже целый ряд в регионах создан. Значит, ПВТ создан для поддержки одной сферы или одной отрасли информационно-телекоммуникационных технологий, IT-сферы. Такие технопарки, как наш, мы поддерживаем любую деятельность, которая является инновационной, малой-средний бизнес. Ну, государство, создавая инфраструктуру инновационную, наверное, преследует одну из важнейших целей, это создание или увеличение количества рабочих мест. Так вот, Гомельский технопарк в 2016 году, резиденты Гомельского технопарка создали более 110-114, если быть точным, новых рабочих, подчеркиваю, мест. Экспорт резидентов нашего технопарка, причем это на 90% даже больше, это экспорт услуг, то есть это чисто интеллектуальная собственность, которая ушла за границу, составил почти 2 миллиона долларов. Темп роста более чем в 2, ну, 225%. Считаю, что это говорит о важности той политики, которая в свое время выбрала государство, создавая инновационную инфраструктуру. Ну, и не могу не сказать в этой аудитории, что все-таки, если глава государства объявил год, 2017 год науки, ну, наверное, ожидают от этого года решения каких-то проблем. И надо признать, что они есть. Вот если спросить меня, что считаю сегодня, наверное, в инновационной, в научно-технической сфере, одной из проблем, я, конечно, не претендую на полноту, считаю, что, наверное, отсутствие права на риск ученых, соответственно, отсутствие механизмов венчурного финансирования. К сожалению, на сегодняшний день, на мой взгляд, это становится вообще преградой для динамичного развития. Технопарк – это гордость нашей области, в принципе, потому что, когда принималось решение только о его создании, было много скептицизма. Многие не верили в эту идею до самого последнего момента. Финансирование осуществлялось в том числе тоже из инновационного фонда. Сейчас мы видим прекрасный пример. И слышим результаты, в том числе и в этой студии работы. Естественно, да. Более того, хочу анонсировать, в перспективе в ближайшие годы должен появиться еще один технопарк, который сейчас создается. Поэтому, мне кажется, в создании инновационной инфраструктуры также будущее. АПЛОДИСМЕНТЫ Время подводить итоги. Уже моя гостья Сергей Иванович Николай Константинович. Много мнения сегодня звучало. Каким должен быть год науки? Каким он должен быть для каждого из нас, чтобы был действительно эффект? Сергей Иванович. Год науки будет отмечен еще большей творческой активностью, новыми научными достижениями, которые будут способствовать решению задач социально-экономического развития нашей страны, повышением эффективности научных результатов. Николай Константинович, я уже говорил, в этой студии за вами огромный научный коллектив. А чего ждут они от года науки? Вот я хотел бы отметить, что Дмитрий Николаевич, во-первых, работал в нашем институте, и я хотел бы присоединиться к мнению о том, что необходимо обеспечение лучших условий для риска, для инноваций. Поэтому мы знаем, что сейчас в этом году в правительстве поручение об усовершенствовании законодательства, потому что до сего времени разработка считалась успешной, если она была полностью освоена в течение трех лет и перекрыла по своим результатам там все, что в нее вложено, бюджетные деньги. В этой ситуации, конечно, очень много проблем, потому что часто не хватает, ну, например, там три года может явно не хватить, когда производство наращивается. Ну, например, на том же Сельмаше мы работали с новым материалом для картофель-уборочного комбайна, а, предположим, программа стояла два года, и, естественно, уложиться в три года уже было трудно. То есть нужна большая гибкость. Нужна больше инициатив в том числе. Что ж, на этом ставим точку. Спасибо, что были вместе с нами. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова